Ежегодно во всем мире проходит великое множество конкурсов красоты на любой вкус и цвет. Но этому событию важно уделить особое внимание. В нашем городе впервые проводится конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями под названием «Рожденные побеждать». Возникла такая идея, почему никогда никто не делает конкурсы красоты для лиц, у которых ограничены возможности по движению. Хочется верить, что для таких участниц, которые попали в этот проект, в этот конкурс, для того, чтобы получить какие-то новые эмоции, знакомства, общения, мы чем-то поможем действительно. Хочется, чтобы им запомнилось это участие, чтобы они обрели не только какие-то подарки, призы, материальные ценности, но и радость общения, и возможность самореализации, проявления своих талантов. Вы знаете, это новые краски в их жизни, это возможность выйти на большую сцену и показать свои таланты. У нас настолько талантливые девочки, мы сейчас в процессе подготовки все больше узнаем, все больше восхищаемся, потому что они поют, они танцуют, они пишут, почитают стихи, они рисуют. Они настолько интересные, они настолько внутренние, богатые, что очень многим женщинам они могут дать пору. Человек, у которого есть проблемы, у которого нет возможности передвигаться свободно по городу, у кого какие-то ограничения со здоровьем, тем не менее, они не перестают радоваться жизни, они не перестают улыбаться, быть красивыми и показывать то, что все возможно, даже несмотря на какие-то ограничения. Финальному шоу предшествуют многочисленные репетиции, тренинги и мастер-классы, где под руководством профессиональных педагогов, хореографов и стилистов девушки будут учиться свободно держаться на сцене. Я думаю, что этот конкурс даст мне новые эмоции, новые знания, новое общение, также новые навыки, это, то есть, танцевать на коляске, это, ну, как бы, необычно. Ну, раньше, как бы, я любила танцевать, а вот как в коляску попала, как бы, ну, не знаю, это будет еще сюрприз, можно сказать. Я раньше занималась инвалидным спортом, в течение, наверное, лет 8-10, потом я в социальном учреждении занимаюсь рукоделием. Я вышиваю крестиком, бисером, немножко рисую по номерам, как бы, участвую в выставках во всех социальных. Ну, а это вот совсем такая широкая органика, где можно развернуться полностью, показать себя со всех сторон. Я решила попробовать. Эта встреча участниц была посвящена знакомству с органической косметикой. Эксперт по красоте Ирина Полилова рассказала о свойствах натуральных лосьонов и кремов. Хотелось сделать подарок девочкам, показать, ну, то есть, презентацию, показать им, насколько хороша органическая косметика, насколько она отличается от масс-маркета, от того, что нам предлагают сейчас магазины. Ну, и чтобы они были красивыми и здоровыми. В следующий раз девушки соберутся вместе на загородной базе для интенсивной трехдневной подготовки к финалу. К участницам из Челябинска присоединятся конкурсантки из области. Сам конкурс запланирован на 17 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok